здравствуйте господа и дамы это снова я очень много вопросов в комментариях по содержанию кормлению птицы выращиванию рассказать о том как я содержу птицу немножко так осветить как это можно делать стоит ли кормить комбикормами либо кормить другими кормами это уже решать вам ну для начала начнем с того как устроена система пищеварения птицы ну вот здесь я как говорил райкин чертеж приготовил значит что у нас значит пищеварение птицы у нас состоит из пищевода зоба железистого желудка мускульного желудка и кишечника птичка наклевавшись корма камушков напившись водички по пищеводу это все поступает у нее вот сюда взор усваиваемость пищи начинается уже здесь зубе наиболее легко усваиваемая часть пищи усваивается в зобе и железистом желудке то есть на вот этом коротеньком участке трудно перевариваемые остатки пищи здесь должен включаться в работу мускульный желудок то есть сюда должны попадать камушки и скажем целое зерно или еще какие-то остатки пищи которые птичка должна вот этим самым желудком перемолоть и отправить вот сюда в кишечник для усваиваемости пищи когда мы кормим кормами полнорационными то есть имеется ввиду гранула как правило они хорошо размолоны заранулированы и усваиваемость их более легкая то есть она попадает сюда и на вот этом этапе она усваивается основная масса пищи сюда уже попадает весьма весьма мало той пищи которую надо размолоть значит получается что мускульный желудок плохо развивается это откуда это известно вот при забое бройлер бройлеры которые содержались на полнорационных комбикормах то есть гранулированных у них плохо развит мускульный желудок те бройлеры которые содержались просто на дробленом корме люди сами изготавливают такой корм с элементами целого зерна там крупный помол у тех птиц мускульный желудок развит хорошо кто содержит мелкие подсобные хозяйства чревато чем тем что он при плохо развитом мускульном желудке если вы изначально птицу долгое время кормили полнорационными гранулированными кормили комбикормами и вдруг придется вам перевести ее на какой-то свой корм там пшеница кукуруза или крупно дробленый естественно будет происходить задержка в развитии яйценоскости пока не разовьется вот этот мускульный желудок и потому я считаю что птицу изначально нужно кормить тем чем вы ее как планируете кормить и в дальнейшем то есть каким образом лично я свою птицу маленького цыпленка я до двух месяцев поднимаю на полнорационном комбикорме бр-2 то есть бройлер 2 плюс ко всему еще добавляю на этот комбикорм дробленую ракушку чтобы у цыпленка у маленького изначально уже развивался мускульный желудок дабы при переходе с комбикорма гранулированного на свой корм не возникало процесса адаптации то есть чтобы птица не потеряла в весе не стало в развитии росте и так далее теперь вот тут вот я посидел сделал расчеты вот здесь вот сейчас у меня прайсы прайсы вот о южная корона на комбикорма вот они два прайса там же в станице брюховецкой заехал частному предпринимателю братусин магазин голос там такой ездил у них прайс на их комбикорма а также как бы различного рода корма у двух сторон прайс это все будет выложено в группе вконтакте можете посмотреть вот теперь опять же о том какую породу бы птиц лучше держать или хуже держать почему я остановился на вот этих двух породах своих примут роки и острову потому что опыт показал что лично у моего домашнего хозяйства лучше птицы не почему ну вот скажем раз опять же было видео где я вам освещал вопрос о доминантах по которым сейчас вот чесала в интернете идет прямо не могу купить и доминанта и будет вам счастье это далеко не так значит все характеристики это говорилось и в том видео и в этом видео я вам говорю что все характеристики этой птицы равнозначны характеристикам кроссов которые используют наши птицы фабрики ну вот здесь значит я пересчитал как бы если вы захотите держать доминантов либо красных либо белых кроссов поведясь на то что вам рассказали о том что яйца нам будет нести 300 и более вот что вы сможете с этого иметь скажем при кормлении полнорационными камни кормами как это рекомендует производитель то есть цены я как бы озвучиваю согласно этих прайсов это опять же цена завода а не перекупщика который купил это на заводе и продает дороже естественно если корма вы будете покупать у перекупщика и кормить кто-то выйдет еще да вот расход комбикорма на голову согласно вот этому руководству которое выложил производитель доминантов на одну цыпленка на одну курочку за 514 дней вот это такой расчет вот расход комбикорма на выращивание на голову с 0 до 7 недель старт имеется в виду старт для несушки расход его составит кило 400 цена его 25 рублей 22 копейки согласно прайс это выйдет 35 рублей 31 копейку расход комбикорма с 8 до 20 недель составит 6 килограмм 426 грамм это вот с 8 до 20 недель на выращивание одной девочки цена его этого комбикорма 18 рублей то есть роста 77 копеек и равно это 120 рублям 60 копеек плюс цена цыпленка ну наши птицы фабрики реализуют цыпленка по 45 рублей я взял эту цену это вот 140 дней и того цена выращивания составит 200 рублей 20 копеек это цена опять же без учета падежа и без учета расхода ветпрепаратов электроэнергии энергийный обогрев и так далее транспортировки того же комбикорма то есть это цена без учета вот этих расходов расход корма с 19 по 78 неделю то есть 413 дней здесь уже кучка будет кушать 120 грамм в день то есть она съест 49 килограмм 56 грамм за 413 дней цена этого комбикорма 17 рублей то есть равно будет 842 рублям 50 копейкам общий расход на одну голову по цене составит на период выращивания и яйценоскости 1000 рублей 42 копейки это будет общий расход доход какой мы получили какой можем получить доход то есть 413 дней эта птица должна нести яйцо значит вот здесь яйценоскость ее заявлен 306 штук средняя достигаемая масса яиц но опять же не указано от одной это курицы или это рассчитано на одно посадочное место или это рассчитано на пик яйценоскости то есть непонятно информацию такую производитель не предоставил но прописано что птицы этой нужно создать практически идеальные условия а вот общая яйцемасса на одну курицу здесь прописано 19,1 грамма на одну курицу в сутки вот значит я произвел как бы расчет исходя из средней яйцемассы и что у меня получилось вот 413 дней умножил на 19 целых одну десятую средней яйцемассы получил семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь и три десятых грамма то есть при средней массе яйца либо 60 либо 55 граммов ну это я беру так приблизительно поделил вот это на это и получил получил у меня получилось вот что значит одна курочка за эти 413 дней снесет либо 131 яйцо либо 140 но никак не 306 и 316 куда взяты эти цифры вот мне неясно ну и далее расчеты ну я вот тут уже расчет виду пускай она даже снесет за это время 150 и расчет виду уже исходя из того что по какой цене можно продать это пищевое яйцо ну вот у нас как бы на кубани вот в данном случае здесь где я проживаю это яйцо можно продать по 6 рублей то есть получить доход из расчета 150 яиц от одной курицы 900 рублей а затраты будут произведены на нее 1042 рубля минус 1042 рубля то есть в минусе 142 рубля с копейками то есть содержа эту курицу на яйцо и кормля то есть скармливая ей так называемый полнорационный комбикон даже при не учете транспортных расходов расходов на электроэнергию другие какие на ветпрепараты нет опять же расчета нападешь птицы при выращивании при дальнейшем содержании то есть минимальный пролет составит минус 142 рубля стоит ли держать себестоимость яйца составит 6 рублей 95 копеек 6 рублей 95 копеек то есть на каждом яичке вы пролетаете практически на буду озвучивать то что насчитал я по своему кому что как я содержу то есть я содержу как бы так называемые мясо яичные вот я произвел расчет значит до двух месяцев до восьми недель я содержу свою птицу на комбикорме рост бр-2 расход этого комбикорма за два месяца на одну голову составляет килограмм 771 грамм цена этого комбикорма 2680 согласно опять же вот этого прайса то есть составит 47 рублей 47 копеек грубо с восьмую по двадцатую неделю я уже делаю как бы так называемый свой комбикорм расход его с восьмую по двадцатую неделю 6 килограммов 426 граммов этот комбикорм обходится мне в 11 рублей 36 копеек на вот этот период с восьмую по двадцатую неделю я затрачиваю 70 рублей ну цыпленка я не приобретаю я его вывожу сам значит цена ну опять же вот здесь как бы я эту цену указываю ну считаю для тех людей которые скажем приобретают такого цыпленка 35 рублей его продаю то есть расход составит до двадцатой недели 155 рублей 463 копейки откуда берется цена в 11 рублей 6 36 копеек то есть вот что я делаю я покупаю комбикорм пк-1 25-килограммовый мешок я покупаю кукурузу я покупаю подсолнечный жмых ракушку оксититроциклин и витамины рекс витал либо электролиты либо электролиты еще какие-то они там есть в принципе не важно значит что я делаю вот значит такой вот у меня состав получается 39 килограмм кукурузы 25 килограмм пока не жмыха подсолнечного 5 килограмм оксититроциклина 10 грамм витаминов 10 грамм и ракушка ракушка 1 килограмм вот на это все значит цена по которой я это покупаю кукурузу я покупаю по 7 рублей пока один естественно по 17 рублей подсолнечный жмых по 11 рублей ракушку по 6 рублей 50 копеек оксититроциклин 1700 килограмм витамин 1900 килограмм значит а вот общая масса 70 килограмм 2 вот это все пересчитано цена значит 200 759 рублей 80 копеек выходит разделить на вот это получается 11 рублей 36 копеек но многие могут сказать так вы же выращиваете и петуха да я выращиваю петуха вылупился цыпленок при любом раскладе у кур лупится курица петушок пополам но я выращиваю петуха затрата корма чуть-чуть повыше на него конечно чина курочек значит то есть я выращиваю запасом если мне нужно скажем получить 100 курочек я сажу 200 цыплят получаю я 100 курочек примерно 100 петухов но петух как бы это тоже птица это мясо ничего здесь я немножко произвел опять же расчет до четырех с половиной месячного возраста то значит вес петуха на 18 20 недели составляет примерно два с половиной килограмма пушка его будет где-то примерно те 800 даже если пересчитать ее по цене по которой мы продаем бройлера битого на ярмарке то есть по 140 рублей то это составит 238 рублей даже если продать это на ярмарке у меня уже доход с этой то есть на затраченный корм назад на цену петушка составит 82 рубля 52 копейки то есть я получил доход если я его продал если его не продал я положил его в морозильник и съел я опять же получил доход почему потому что я не купил бройлера в магазине или какой-то другой кусок мяса то есть доход я по любому получил с 19 по 78 неделю также расчет такой же но уже по 1136 это составит всего 563 рубля 563 рубля общий расход на одну голову при выращивании при выращивании составит 718 рублей 718 рублей то есть 718 50 или 1042 рубля разница есть плюс еще ко всему что я получил доход с выращивания петуха и теперь по яйцу вот я не беру здесь то что у племутрока скажем заявлено яйценоскость 200 яиц вот у астролорпа заявлено 230 240 это я не беру такой подсчет я беру те же самые 150 яиц которые считала вот здесь но вот это вот на вот этом корме она будет у меня не стись пускай я потеряю с 200 до 150 в яйце носкость что не происходит это я допускаю и просчитываю вот по 150 скурочки яйца вот ну не готово 400 вот этих 13 дней и 413 те же самые 150 яйца то есть себестоимость яичка у меня вот здесь вышло 4 рубля 78 копеек то есть уже по 6 рублей продав его даже как пищевым я получил доход они остался в минусе вот такой как бы расклад но по опыту по содержанию этой птицы свое время содержали эту красную наивно ведясь на то что рассказывают на рынках в интернете и везде что она несет нам 300 и более 2 ничего подобного этого не наблюдается это наблюдается только скорее всего что при создании идеальных условиях и опять же как считают это птицефабрики как это хотя вот на моем жизненном опыте есть как бы две разорившиеся птицефабрики у нас краснодарском крае на которых свое время когда я занимался перекупкой перепродажей птицы 1 птицефабрика это тихорецкая птицефабрика где распродавалась птица и птицефабрика это распродавалась с молотка где люди пролетели на кормах не имея своего корма цеха закупил корма в долг и потом распродавали эту птицефабрику чтобы как-то вылезти из то есть и там люди пролетели на кормах на этой птице каким образом я точно не знаю но пролетели второй пример это краснодарская наша птицефабрика птицефабрика миллионник что там творилось когда распродавалась эта птицефабрика перекупщики там стояли в очереди чуть ли не до драки распродавалась огромное поголовье птицы тоже за долги за сейчас эта птицефабрика принадлежит агрокомплексу и не знаю как там у них обстоят дела мне это не интересно но факт такой был птицефабрика была распродана за долги кому это интересно выводы сделают правильный кому это не интересно ну как бы она просто не нужно теперь вот как бы моя супруга ездила на обучение станицу брюховецкую учебный комбинат там какой-то вот привезла тут учебно-методический центр развития лпх называется вот такие вот бумажки тоже были выложит она все это вконтакте кому интересно посмотрят но я просмотрел ничего ценного и ничего полезного для себя здесь не нашел по какой причине вот скажем вот здесь дана характеристика учебного корпуса стоимость корпуса стоимость оборудования чистая прибыль ну вот здесь я взял и как бы просчитал рецепт это тоже будет выложен в группе контакт просчитал это все то есть состав данного в данном случае я прочитал состав комбикорма для курни и суши то есть для взрослой птицы просчитал я его согласно вот прайса который я взял столица брюховецкой в магазине полос который торгует комбикормами и разными то есть пшеница ячменю кукуруза и тогда то есть кормами для если как бы человеку не париться нигде не искать там отдельно кукурузу что-то приехал в этот магазин можно закупить все эти ингредиенты и сделать дома комбикорм ну что же у меня получилось значит у меня получилось то есть состав то есть я вот сейчас это все переписал здесь это все выдано в процентах это все как бы перевел в килограммы то есть и по ценам вот этим сделал расчет на комбикорм для курни и сушек вот это на 100 килограмм расчет кукуруза 55 килограмм 440 грамм цена ее согласно прайса этого 10 рублей 554 рубля 40 копеек соя экструдирована 3 килограмма 27 270 грамм по 32 рубля получается 104 рубля 64 копеек тяжелых подсолнечный по 12 50 23 килограмма 287 50 дрожжи кормовые 3 килограмма ну цену дрожжей как бы дрожжей здесь нет беру с потолка грубо говоря по 50 рублей 150 рублей ну мука рыбная здесь она есть два килограмма 70 720 граммов по 60 рублей 163 рубля 20 копеек лизин здесь его нет опять же беру с потолка 50 рублей так то есть 7 рублей мити они 027 270 грамм здесь 140 грамм резина этого 270 тоже беру по 50 рублей тоже с потолка потому как в этом прайсе этого нет это получается 1350 соль поваренная ну все знаете ее нужно 110 граммов цена 10 рублей где-то пакета килограммового то есть рубль 10 монокальций фосфат здесь он есть цена его 50 рублей 0 то есть 750 грамм 37 рублей 50 копеек мелкормовой здесь он есть цена его 8 рублей 4 килограмма 32 рубля ракушка здесь она есть 6 килограммов 100 граммов нужно ввести цена ее 7 рублей 13 рублей 10 копеек сода все знаете 200 граммов 200 граммов 200 граммов 200 граммов 200 граммов по 5 рублей точно не знаю там что-то в этом районе она стоит вышло мне 1 рубль премикс 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 здесь есть цена его 100 рублей значит его нужно ввести килограмм то есть 100 рублей общая сумма получилось 1464 рубля 94 то есть 14 рублей 65 копеек грубо килограмм ну и опять же смотрю на этот прайс и как говорится стоит ли париться потому как комбикорм пк один раз цепной стоит 14 рублей 50 копеек в этом не знаю может там лизин метионин подешевле те компоненты которые я вот здесь не нашел может они дешевле потому может у них такая цена и выходит есть ли смысл самому пробить мешать добавлять смысла не вижу попросту можно купить в этого предпринимателя этот комбикорм готов кормить птицу вот у меня все до свидания пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал